Наш телерадиомарафон продолжает свою работу. Телеканал Луганск-24, радиостанция Вести плюс Луганск. Прямой эфир. И в нашей студии Андрей Вячеславович Яковенко, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Далевского университета. Здравствуйте, Андрей Вячеславович. Здравствуйте, Михайлович. Хочу начать наш сегодняшний разговор с вами с темы ценностей, в том числе и христианских. Вот что послужило поводом для такого моего желания. Возможно, знаете, наши телезрители, радиослушатели знают, что есть в США такой ведущий Такер Карлсон на телеканале Fox News. Высказывает он такие очень радикальные по меркам США идеи, хотя с нашей точки зрения это просто здравый смысл. Констатация. Да, ну или просто констатация фактов. Так вот, ведущий Fox News, Такер Карлсон, это я цитирую по и на СМИ, есть такое издание, высказал догадку, почему демократы, включая члена Палаты представителей от Мэрилэнда Джейми Раскина, так горят желанием воевать с Россией. По его мнению, это происходит от того, что Россия православная страна с традиционными общественными ценностями. И поэтому они хотят ее уничтожить, чего бы нам это ни стоило. Так что это не просто война, это джихад. Джейми Раскин сказал это вслух, но многие в Вашингтоне с ним согласны, причем со стороны обеих партий. Они хотят Третьей мировой из-за транссексуалов. Ранее Раскин заявил следующее, цитата, «Москва превратилась в бастион коррупции, тирании, цензуры, авторитарных репрессий, полицейского насилия, пропаганды, правительственной лжи, дезинформации, военных преступлений. Это мировой центр ненависти к феминисткам, геям, трансгендерам и экспортер теорий о великой замене». Ну, «великая замена» — это мнение, что при бездействии или прямом содействии элит постепенно осуществляется процесс замещения исконного населения Европы и Запада вообще представителями некоренных народов. В либеральных кругах считается теория заговора. В общем-то, очередной американский политик, ну, в общем-то, не совсем уж человек с улицы, член палаты представителей Раскин, вот, Москву, Россию, нас с вами, в общем-то, обвинил, что мы вот тут все ненавидим феминиста, геев, трансгендеров, экспортируем какие-то теории заговора. А вот по мнению его соотечественника Такера Карлсона, это все связано с тем, что Россия остается страной православной, с традиционными общественными ценностями. Вот об этом хотел бы с вами и поговорить, потому что, конечно, сейчас воцерковленных людей, может быть, не очень много, и отношение к вере, к православию, в частности, у нас несколько, может быть, упрощенное. То есть мы знаем, что есть какие-то праздники, мы знаем, там есть Пасха, есть Рождество, вот надо печку лечи, надо там поститься, но обычно не постимся, ходим там на кладбище на Красную Горку, вспоминаем своих умерших родных, но сказать, что мы прямо такие истовые христиане, ну, большинстве из нас, к сожалению, нельзя. Но, тем не менее, вот какие-то, как мне кажется, идеи, что ли, ценности, которые, может быть, не только православные, не только христианские, но и общечеловеческие, у нас сохраняются. И вот насколько, как вам кажется, это все связано с тем, что уже больше тысячи лет Россия, историческая Русь является страной все же православной, и насколько это действительно, как-то сейчас говорят, скрепа такая важная для нашего общества? Здесь несколько вопросов, очень серьезные, очень значимые, очень фундаментальные. Поэтому я видел это сообщение, первый раз сначала не поверил, подумал, что слишком радикально, неужели можно и не то, что так думать, то, что ряд представителей американской политической верхней планки, не хочу специально, ищу эквивалент слова элита, чтобы не называть таким достаточно серьезным словом. Да, господствующего класса, конечно же, очень, мягко говоря, о нас плохо думает, но так, чтобы прямо называть злом православия, и это поднимать на черный флаг для того, чтобы уничтожить, конечно, нужно дойти до высшей стадии, не побоюсь этого слова, вы знаете, очень дипломатично, стараясь подбирать выражение, но кретинизма. Потому что страна, которая, вообще-то, провозглашает религиозную терпимость, мало того, в свое время обвиняла ту же самую Россию, которая, по их мнению, как-то так, не так вела себя по отношению к определенным религиозным конфессиям, но это неприемлемо в принципе. И, вообще-то, это, насколько я понимаю, по всем демократическим нормам уголовно наказуемое деяние. То есть посягательство или религиозная вражда, или как это юридически там правильно называется, оно в прямом смысле слова и совершенно справедливо уголовно наказуемое. То, что православие мешает очень многим, но это было видно и по тем действиям, вы же заметите, как они очень четко обкладывали, продолжают обкладывать эту тему православия, они отработали это по Украине, они сейчас отрабатывают это по прибалтийским республикам, то есть внести раскол православия, используя, ну скажем так, сложности, слабости, индивидуальные особенности определенных представителей, специально, сами видите, не хочу не называть никого, но люди, сведущие, понимают, о чем я говорю. Конечно же, это очень-очень серьезно. Мало того, эта тема тянется давно, практически с того момента, когда понятно, что православие стало таким духовным, ценностным остовом для русской земли. Я тоже никогда не считаю себя специалистом в области религиозных вопросов, но вы совершенно правы, мы сами того не подозревая, живя в этой культурной среде, живя в этой культурной традиции, конечно же, являемся, ну скажем так, стихийными православными. Есть, конечно, причем я знаю очень много порядочных людей, причем как на высших уровнях церковной власти, так и очень простых людей, которые для них это, я бы так специально сказал, тавтологически святая святыня. И они являются образом служения, образом, причем бескорыстного служения. Вот в чем здесь еще и такой вот подвох, когда мы говорим о традициях, что любая религиозная идея вообще, и православная в частности, может быть, в первую очередь, это идея служения и Богу, и обществу, понимаете? То есть это, когда мы говорим еще о православии, я всегда еще такую линию провожу, что вдруг оказывается, мы когда-то, приняв христианство, опять же, вот так вот поверили в него, его в себя вобрали, и там уже начались модификации, то есть католики начали какую-то модификацию религиозную, потом еще протестантская ветвь пошла, а мы вот как сказали, нет, вот как вот стояла, вот это вот такая вот вера на начальных принципах, и все вот эти там первые соборы, и больше мы ничего не будем модифицировать, понимаете, какая-то такая в этом есть устойчивость. И сейчас, да, уже многие согласились, да ладно, деньги платят, будем мы про ЛГБТ рассказывать, и даже научные трактаты писать, лишь бы все было хорошо. А мы говорим, нет, мы будем стоять за ценности до конца, мы свою веру не отдадим, в данном случае историю, как веру, да, как своих предков, в общем-то, не будем пакостить, мы будем все равно двигать вот эту самую настоящую, честную такую духовную жизнь. Конечно же, это вызывает сопротивление. Конечно, мало того, ну не знаю, насколько правда, когда-то приписывали тому же Бжезинскому, часто мой учитель повторял эту фразу, я ее сам не читал, поэтому ссылаюсь, но где-то подобно я с этим согласен, что когда-то один из, не один из, а этот Бигнев-Жезинский сказал, что ну ладно, мы как бы выбили из Советского Союза коммунизм, теперь нам надо выбить православие. Вот, поэтому и в этом смысле это задача задач, потому что действительно народ живет только на духовной платформе, и если ушла светская духовная платформа, то остается религиозная духовная платформа, и она по их меркам очень традиционна. А в плане того, что мы такие всякие простые, я редко такие аргументы применяю, и не всегда мне нравится, когда мы всылаемся на верховные авторитеты, но в данном случае будет вполне уместно сказать, ну почитайте, пожалуйста, выступление Владимира Владимировича Путина на Валдайском форуме, где он четко сказал, ребята, хотите заниматься этим, занимайтесь, что хотите, делайте, только сюда не ходите, или если хотите, то спросите, вы хотите? Понимаете, то есть надо договариваться о взаимообщежитии, о взаимодействии, да, о диалоге, а в плане какого-то такого противостояния нет. Ну, мы, понимаете, тут еще глупая ситуация, что мы вроде бы должны с вами оправдываться перед теми людьми, перед которыми оправдываться бессмысленно, да и даже унизительно для нас с вами. Потому что, да, конечно, член Палаты представителей, ну, фактически по нашим меркам, это депутат Народного Совета, вот, или депутат Госдумы даже ближе, потому что Нижняя Палата, лицо, ну, так или иначе, политическое, активное, да, значит, за него проголосовали избиратели, значит, по идее он выражает точку зрения каких-то кругов, которые ему доверили ее выражать, как минимум до следующих выборов, может быть, до 8 ноября как раз, понимаете? То есть так просто отмахнуться не получится, и, с другой стороны, может быть, даже и хорошо, что он эту гадость сказал, потому что мы видим, что это такое мнение есть, и эта битва намного серьезнее, чем нам кажется. И когда вот там говорится, что вот, ну, в принципе, может быть, это частное мнение, да нет, есть эти пласты, они заложены как исторически, они заложены как финансово-экономически, так и политически, даже религиозно, потому что мы сколько раз с вами уже говорили, что ряд религиозных тех же самых конфессий, но что поменялось, если когда-то небезызвестный вам Рональд Регин обвинял нас в том, что мы империя зла, при этом он был самым истовым там представителем одной из протестантских конфессий, понимаете? И если бы он сказал, что да, нам православная Русь или то, что является православной частью Советского Союза, нам близко, а вот этих коммунистов мы не выносим, это одно. Нет, вся страна объявлялась этой исчадием ада, хотя потом и договаривался, и в общем-то там свои всякие политические, экономические крутил интриги, но тем не менее. Поэтому сказать, что это лишь мнение человека, который поддерживает эту ЛГБД-повестку, нет. То, что это достаточно серьезно представлено и в политическом, и в экономическом эстеблишне, да, безусловно. Но то, что для нас это принципиально, и то, что даже несмотря на то, то, что, как вы описали, мы такие же, говорю, православные, там, на Пасху или на другие какие-то религиозные праздники, особенно приятные, там, яблочный спас, да, это тоже, правда, мы не будем скрывать, но в плане порядочности, в плане того, что 10 заповедей для нас это не какая-то ерунда, да, то, что многие, мы даже сами, и я это честно студентам говорю, что мы даже многие моменты библейские, сами того не подозревая, вбираем себя, ну, естественно, фраза «взявший меч», в общем-то, то есть то, что Александр Невский, когда шёл, да, это что-то библейское, да, то есть Эйзенштейн взял, перемодифицировал, но я же не говорю о том, что Осип Старин всё-таки, часто его вспоминают, что у него всё-таки было духовное образование, и он понимал, что такое ценность. Семинарист. Да, и семинарист, но очень многие, вы понимаете, я не хочу сейчас выходить в эту плоскость, тут есть специалисты намного помощнее меня, но то, что большинство серьёзных философов, аналитиков из русской среды, даже те, которые не приняли революцию, но они понимали очень чёткий базис коммунистической идеи, общинной идеи, который лёг на базис православия, это безусловно, это даже обсуждать банально, потому что для академических кругов это вот просто понятно, что так бы народ бы не воспринял коммунистическую идею, если бы он не видел в ней определённый такой вот христианский отзывок, только в светской манере. Знаете, если вот заговорить немножко о светской, скажем так, стороне вопроса, вот вы упомянули предстоящие в США выборы, а может это специально человек как раз для выборов, чтобы его переизбрали такую резкую позицию высказали? Вполне возможно, Андрей Михайлович, это всё возможно, мы можем сейчас гадать как угодно, но может быть мы с вами очень наивные люди, да не может быть абсолютно железобетонно, мы с вами наивные люди, использовать тему религии, тем более в такой радикальной форме, даже на выборах я считаю неприемлемым, лично я считаю неприемлемым, понимаете? Тем более, что-то мне подсказывает, что американцев есть, чем избирателей увлечь больше, понимаете? Начиная с экономических вопросов, да, и каких-то там глобальных вопросов, но говорить, что ища дядя, потому что это православная, поэтому мы с ней воюем. Я же говорю, есть негласные какие-то нормы, которые переходить нельзя, даже политикам в рамках какой-то предвыборной кампании и попытки, как там, молодежь говорит, хайп получить, да, ну то есть какую-то вот такие пользу, такую сиюминутную. Поэтому для меня это неприемлемо. То, что используется, да, безусловно, то, что сейчас бросается всё, и мы знаем, что предвыборная кампания – это такая вольница глупостей, вольница провокационных заявлений, это тоже безусловно. Но всегда хочется, а уж тем более, когда американцы нас учат толерантность, ещё раз подчёркиваю, нам же говорят, что мы слишком радикальные, что мы вот там кого-то там травим, да, на кого-то нападаем. Но проявите эту самую уважительность, проявите эту сдержанность, проявите эту способность настойчиво, но вполне культурно добиваться своих целей. А это не то, что без культуры, это просто преступно. А стоит ли, как вам кажется, в ближайшую неделю ждать каких-то новых откровений, вот как раз в рамках предвыборных кампаний? Ох, ох, вообще интереснейшая тема, очень интереснейшая тема, потому что метроном такой вот, мы уже сколько раз с вами говорили, что когда это было, чтобы промежуточные выборы в Конгресс и 8 ноября ждали, не как Красный день календаря, как моё ещё поколение, как второй день после 7 ноября, да, вот, а киники такой вот переходный этап. Не знаю, здесь даже можно что угодно, я думаю, гадать будем как угодно. Мне бы тоже хотелось бы посмотреть вот 9 ноября на результаты. Я уже выражал, как бы, конечно, есть какие-то надежды, что где-то, как-то там, может быть, уже я какой-то такой слишком консервативный, сказать, что как-то радикально, вот прямо уж радикально американская политика может поменяться. Да, конечно, вот мы видим, насколько сейчас и представители высшего эшелона власти Российской Федерации, как бы, ну, я бы так бы сказал, подсказывают американцам шаги, говорят, ну да, ну, ребята, ну вот примите, да, и, возможно, возвращение определённых там позиций. Но это же, представляете, сколько надо, причём, я же говорю, когда на это завязаны глобальные финансы, глобальные экономики, глобальные корпорации, как нужно это всё переформатировать, чтобы выйти на какой-то такой более-менее плавный вот-вот исход. Очень сложно, очень трудно, поэтому пока мне не хочется и нашим телезрителям, и радиослушателям давать какие-то, как говорим в философии, зряшные надежды. Но в плане, что этап серьёзный, причём независимо, даже если не будет там победы республиканцев, само по себе это действие уже само по себе будет очень значимо и очень симптоматично, или, как мы говорим, лакмусовой бумажкой. Лакмусовой бумажкой. Ну, продолжая тему США, тему того, что иногда надо что-то сглаживать, что-то, какие-то, может быть, искать компромиссы. А вот есть те, кто их не ищет, и вот один из этих тех находится в Киеве, ну, или, во всяком случае, говорит всем, что он находится в Киеве, и публично выражает недовольство, недостаточную помощь со стороны США. И это вызывает трение между Ужингтоном и Киевом. В этом издании «Политико» сообщается с ссылкой на бывших американских чиновников. Согласно изданию, Зеленский иногда просил президента США Байдена о предоставлении помощи, которую тот не желал давать. Украинский лидер в ответ на это часто публично высказал свое недовольство. Это тактика, которая вызвала некоторое трение между украинцами и администрацией Байдена. По словам экс-посла США в Польше Дэниела Фрайда, «Белый дом» не в восторге от подхода Зеленского. Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми, им это не нравится. Вот опять-таки, если возможно переносить межличностные отношения на межгосударственные, насколько вообще с точки зрения даже вот просто такой житейской логики все же своего человека, с которым ты общаешься, от которого ты зависишь, загонять в угол, как-то на него давить, чего-то от него требовать. То есть он тебе и так дает, пусть со своими целями, но все-таки дает. А ты говоришь, ну ты мало даешь, ты мне больше давай. С точки зрения здравого смысла. Или тут об этом говорить не приходится? Нет, не то, что об этом может быть и нужно говорить. Я по-другому пока оцениваю то, что вы прочитали. Я говорю, возможно, я слишком законспирированный в своих таких гипотезах, но мне кажется, что это какая-то попытка может быть подстраховаться, что если, опять же, результаты этого действия, которое мы ждем 8 ноября, сложатся не в пользу Байдена, чтобы сказать, да мы давно с Зеленским ссоримся, и вообще он наглед, и вообще нужно немножко поосторожнее как-то так относиться к Украине. То есть вот первое прочтение, это первое у меня такое впечатление, было, что это такая вот уже начало такого вот подстраховки. Ну, уж слишком много он требует, да, мы, конечно, и так много даем, но он такой наглец. И вот такая утечка пока мной вот так воспринимается. Но в случае чего, ну, действительно, мы давали все, мы так старались, но по большому счету, конечно, давали не все, но давали очень многое. Мало того, еще и пытались там надавить на других, чтобы они тоже давали, потому что американцы просто так ничего не дают. Он, кстати, хорошо из аналитиков поднял этот пресловутый план Маршала, да, или Маршала, и вдруг оказалось, что там больше всего. Понятно, что не давали деньги, чтобы у них покупали товары. То есть они, и то они давали в большей степени даже не Германии, а там Англии, Франции, то есть своим союзникам, для того, чтобы через них все это прокрутить. Поэтому в плане того, как вернуть себе то, что так вот нажито не по сильным трудам, американцы, конечно, молодцы. И в этом плане, то есть я могу подозревать, что какие-то были там недомолки, тем более мы знаем, как Байдену, во всяком случае, я верю тем пленкам, которые были озвучены, когда Байден Порошенко объяснял, что он не прав, что он полез туда, куда ему не надо было лезть, а потом еще и американцу прикрывался. То есть эти трения всевозможны, но утечка по поводу трений, она, опять же говорю, может здесь слишком конспирологичен, она просто так не возникает, а уж тем более не разносится по всем ведущим СМИ. Она может где-то пройти на 13-й полосе 14-й газеты по рейтингам, а когда она вот так вот раскручивается, попадает на ведущие строки, и мы с вами обсуждаем, ну где-то как-то вот возможны варианты. В психологическом плане вы совершенно правы, почему? Потому что, конечно, мы видим, что, не зная, как с Байденом он там разговаривает, вообще разговаривает ли он с Байденом. Может быть, мы же помним, когда там разрешалось разговаривать с вице-президентом или с Блинкиным, тем же самым. Но как разговаривают его послы, особенно германские послы, но это уже стало притчево языцем. Я никогда не думал, что я доживу до такой степени недипломатичности, дипломатичных работников. Нам всегда говорили, что дипломат, у меня даже было когда-то целый такой сборник фраз, как дипломат может ругаться. Но это настолько изысканный язык, то есть настолько деликатно это все формулируется, и вдруг ливерная колбаса, вдруг а-та-та, то есть чуть ли не нормативная лексика в дипломатическом. Поэтому я не думаю, что дистанция между послами и президентом фразеологическая, она очень высокая, очень большая. А с учетом той ситуации, в которой находится сейчас Зеленский, я могу допускать все, что угодно. Причем даже в этом общении. И эмоциональные срывы, и психологические, и так далее, и так далее. Но еще раз подчеркиваю, как там, опять же повторю, циничную фразу проблемы тех, кто Шарифа не волнует. Понимаете? Вот сейчас Шарифа не волнует проблемы. Может, они и волнуют, но они волнуют их как их проблемы, как эта проблема, в данном случае Украина, может коснуться и их политического будущего, ну или экономических каких-то своих дивидендов. Вот есть две точки зрения. Вот первое, то, о чем вы говорите, что все-таки Вашингтон это не особо волнует. А есть вот другая точка зрения, и в частности те же... Нет, не волнует Украина, как Украина. А вот как Украина, как фактор монополизации своих сил, или хотя бы сдерживания других соперников, в данном случае Российской Федерации, да, безусловно, их волнует. Извините. К чему я подвожу, вот есть такой фильм, довольно интересный, «Хвост виляет собак». Великолепный. И там вот как раз вот если взять даже просто хотя бы его название, вот «Хвост виляет собакой», вам не кажется ли, что сейчас ситуация чем-то может это напоминать, что как-то вот слишком уж давят на Вашингтон, Вашингтон пытается как-то от этого уйти. Вот другое дело, да, согласен, поправка принимается, как говорят, да, в том смысле, что даже в том кинофильме показаны разные силовые группы. Вот. И то, что Соединенные Штаты – это слишком абстрактное понятие, да, безусловно, мы опять же многократно об этом говорили, что есть разные слои, есть разные группировки, есть разные корпорации, но, условно говоря, опять же, позиция Илона Маска, она более плавная, более аккуратная. И заметьте, что как раз в космической сфере Соединенные Штаты, мы сегодня с кем-то из коллег разговаривали, что Соединенные Штаты и Российская Федерация продолжают сотрудничество, и наши грузовики на МКС летают, понимаете? И это сотрудничество было и в Советском Союзе, как там, вроде бы внешне ссорились, но Союз Аполлон тоже взлетел и тоже соединился. Поэтому я допускаю эти разные слои, разные договоренности, безусловно, это все существует, дипломатия, я почему говорю, что здесь надо оговариваться, и мне бы очень хотелось бы, чтобы было найдено какое-то такое, более-менее, я же говорю, общее решение, которое и нас бы не унижало, и в конечном счете Америка признала, что все, многополярный мир это та реальность, с которой надо считаться. И, кстати, сейчас все больше и больше аналитиков говорят, что они вот это, мы же рассматривали Аукус как некую такую вот вызов международному сообществу, а тот же, например, Леонид Хазин считает, что это последний окоп, ну так я условно говорю, то есть это та линия обороны, которую они будут держать, и как бы, ну вот это вот наша зона, не лезьте сюда. То есть как бы такая, ну никак не сказать, даже не третья линия обороны, а вот именно их такой масштабный блокпост, да, который не зададут ни при каких условиях. Возможно это, тем более мы же с вами когда недавно говорили, что докрином онро вообще допускает, не особо допускает влияние Америки где-то там за зонами своего восточного полушария. Мало того, когда-то Вудро Вильсону ставили в вину, зачем он поехал в эту самую Европу, зачем там с полковником Хаусом там решал вопросы, которые никакого отношения в прямую к Америке не имеют. Я это все допускаю. И то, что хвост являет собакой, но извините, и там показано, что это была группа, которая была заинтересована в том, чтобы эта конфронтация наращивалась. И поэтому, и соответственно, вопрос взаимодействия, и сейчас пока эта группа еще в фаворе. И она как бы доминирует. И я, во всяком случае, каких-то вот таких вот абсолютно зримых, уверенных симптомов, которые показывали, что как-то политика изменилась, нет. Еще раз говорю, мы пока лишь отмечаем с вами, что есть им сигналы. И есть сигналы о том, что возможно кто-то дает сигналы, что мы может быть там Байдена как-нибудь в общем-то куда-то и так далее, и так далее. Но это все вот на уровне этих сетей, я же не говорю, не люблю это слово сигналы, потому что пока там сигнализируют, у нас гибнут ребята, понимаете? Пока сигнализируют, у нас идет война, и у нас бомбят наши города. Поэтому пока они там досигналятся, и когда они досигналятся, неизвестно. А здесь, как говорилось, помните вам, в августе 44-го, а диверсантов все равно нам ловить, понимаете? И в это время ребята сражаются. И сражаются как раз за того, чтобы какие-то сигналы усиленнее были, в конечном счете убедили кого-то о том, что ну пора уже как-то так сворачивать это все. И пора Зеленскому указать, что он как-то не так с господином Байденом разговаривает. И наглеца нужно поставить на место. Понимаете? Еще буквально минутка у нас остается до паузы. Все же, как вы считаете, Зеленский сам-то понимает, что как-то уже на него начинают косо смотреть, и что надо бы скромнее себя вести. Или у него нет выбора? У него нет выбора. Независимо от того, что он там считает. Я сейчас не хочу. Есть прекрасные характеристики специалистов в области психиатрии, да? Вот. Причем я без иронии так говорю. Потому что, да, это область психиатрии. Представить человека, который понимает, что, ну, вот как-то все складывается не совсем так, как он себя рисовал. Мало того, как раз вот перед эфиром там я читал, Мария Захарова опубликовала очередной пост в Телеграме, где она говорит, что агуайдо-то начинают сдавать и говорят, что может быть Тихановской и Зеленскому надо приготовиться. Потому что, да, я уже не пью, но теперь я уже от официального представителя МИДа услышал, что венесуэльскую нефть нужна Америке. И поэтому нужно с Мадуро начинать опять дружить. Но если так можно с Мадуро, да, с Венесуэлой, которая была исчадием, там вообще исчади, исчади, да, ну поймите, опять же, венесуэльская нефть и российские углеводороды и Украина, ну это же несопоставимые понятия. Поэтому, конечно, будет нервничать, конечно, будет психовать, конечно, будет понимать, что возможно любые варианты. Тем более, ему эти варианты уже многократно озвучивались как публично, так и не публично, я уверен. Слушай, ну Зеленский может, если что, обратиться за помощью как раз Гоэдог, Тихановская, они-то ему предоставят кредиты, оружие, все, что попросят. Сейчас мы прерываемся на небольшую информационную паузу, после которой вернемся в прямой эфир. Время эфир.